Туристы открывают Казань совершенно с другой стороны. Никита Цибенко вместе со своей девушкой приехал в Татарстан из Москвы накануне. Увидеть здесь реки вместо улиц и сугробы никак не ожидал. Босиком девушку у нас одет, убежала. Мы вообще с Москвы только приехали, как раз попали в отпуск, такой дождь. Мы вчера просто приехали, смотрим сугробы. Немножко в шоке. Уже второй день и погода испытывает казанцев на прочность. Мощные ливни идут с самого утра и блокируют город. Вот настоящее море на улице Габдулы-Тукая. У султановской мечети не пройти, не проехать. Машины здесь скорее плывут, чем едут. Тротуары тоже под водой. Отрезанные от суши казанцы вынуждены проявлять смекалку. Одни надевают на ноги пакеты, другие наоборот, раздеваются. И уже босиком проходит подтопленный участок. Сильнее всего из-за ливня страдают торговые сети. Выходишь с работы, а тут настоящий океан. Уже второй день так. Снимаем обувь, носки и вперед. Вот так до работы добиралась. Смысла приходить и не вижу, ведь пешеходку затопило, народа нет. Из-за скопления дождевой воды на некоторых участках приостановлено движение трамваев. Сейчас маршруты номер 1, 3, 5 и 7 временно следуют через улицы Саид-Галеева и Халитова. На Метевской магистрали ливневки вновь не справились с нагрузкой. Проезжая часть стала похожа на большое озеро. Давай, чувак, погнали. Последствия ливня и сильного ветра сегодня выкладывали соцсети Татарстанцы. Затопило дороги на улицах Модельная, Гаяза-Исхаки, Дзержинского. Вода по колену у деревни Универсиады. Как отметили в исполкоме. Подтопления в городе связаны с накоплением мусора в ливневках. Непогода стала причиной множества ДТП. Одно из них произошло на Ленинской дамбе. Автобус столкнулся с легковушкой. В одном из дворов на красной позиции сильный ветер повалил тополь. Дерево помяло сразу три автомобиля. У нас во дворе очень много высоких деревьев, которые опасны. Ладно, это дерево, оно упало только на машины. Люди не пострадали. У нас там сзади дома есть два тополя, которые прямо мимо этих тополей, скажем так, между ними проходят провода. И это очень опасно. Ситуация не из лучших и в Приволжском районе Казани. Сейчас мы находимся на пересечении улиц Хусаина Мавлютова и профессора Камая. Как видим, вся проезжая часть в воде, которая окрашена в грязный коричневый оттенок. Это все растаявшая красная глина, которая стекла сюда из пешеходной зоны. У футбольного манежа Макса от машины по капот в воде. Многие водители, уже спешившись, ищут своим смытые номера. Ужасно, отвратительно. Ливневки не работают. На дорогах постоянно пробки. Соответственно, рабочий день увеличивается намного. Сегодня пришли, промокли, без антаби, без всего зря не взяли. Вторые сутки Казань находится в объятиях июльской непогоды. Горожане видели даже снег. Так столица воплотила в жизнь знаменитые шутки. Например, «Женюсь, когда снег в июле выпадет». Статистику ЗАГСа посмотрим позже. Но по цифрам синоптиков в городе уже выпало 48 мм осадков. Это 71% от месячной нормы. Обильные дожди нам принес западный циклон Кирси. Он охладит воздух на всю предстоящую неделю. Этот циклон занимает практически всю европейскую территорию России и распространился до Западной Сибири. Пока мы находимся в поле пониженного давления. И вот такая вот циклоническая погода продолжается. Температура составит 11,16 ночные часы и 19,24 градуса днем. Затем далее в пятницу, в субботу неустойчивая и умеренно теплая погода сохранится. По прогнозу гидрометцентра сильные ливни, грозы и град ждут нас и завтра. К концу недели стихия чуть успокоится. Сирина Васильева, Алмазия Динов, ТНВ, Казань.